Это масштабнейший проект, занято огромное количество людей. Основной принцип это разнообразие всевозможных видов танцев. Тут и народные, и бальные танцы, и классические танцы. Ничего тут только нет. Огромное количество коллективов. Сейчас на этом месте присутствуют, я думаю, тысячи человек. Когда мы готовили этот фестиваль, мы сразу же поставили высокую планку. Классическая музыка должна звучать в исполнении классического симфонического оркестра. Живая музыка. Для нас это было принципиально. Мы пригласили симфонический оркестр, и выбор пал на гнысинских виртуозов. Почему? Для нас очень важно, что это молодежный оркестр. Практически мальчики и девочки. Великолепно отправились с работой. Огромнейший, сложнейший музыкальный материал. Пригласили солистов оркестра Большого театра, которые возглавили музыкальные группы по голосам. Это, конечно, большой опыт для ребят, работать с профессионалами, уже состоявшимися. У них здесь сложнейшие вещи. Там один Шостакович, Светлоручейчего стоит. Там очень много сложных вещей. Мы танцуем под музыкой оркестром. Всегда здорово, что любим музыку танцевать. Оркестры, я слышал, что больше половины, они очень молодые люди. Мне кажется, для них тоже очень интересный опыт. Мы очень довольны, очень рады, что мы сделали правильный выбор. Ребята с честью справились. Очень приятно, поражен тем, как ребята играют на инструментах. И замечательные музыканты, это прям видно. Здесь есть все. И какое-то длительное ожидание. Непредсказуемость ситуации, которая неизбежна в театральной работе. Ну, вот сегодня там прилетел кинжал в оркестр. Такие вещи тоже бывают. И требуется хорошая реакция, требуется мобильность, умение подстраиваться под ситуацию. Это все дает концертный опыт. И мне кажется, очень хорошо, что в оркестр пригласили опыты музыкантов из Большого театра. Такое сочетание было очень полезно для молодежи. Сегодня с гнестинскими виртуозами мы выступали в рамках фестиваля балетного. На этой огромной сцене, на которой, я признаюсь, было очень тяжело выступать. По некоторым причинам. Во-первых, солнце светило в глаза очень сильно. Я даже не ожидал такого. И, во-вторых, монитор, который прозвучивал оркестр, был так далеко от меня, что я успевал только услышать какие-то обрывки некоторых звуков. Но, в принципе, все прошло удачно. Попали мы сюда, потому что пригласили нас наши друзья из Большого театра, из оркестра Большого театра. Это такое огромное действие, которое тут происходит. Потребовался коллектив, который в состоянии достаточно мобильно, быстро и качественно исполнить самую разнообразную музыку. Ну, в частности, музыку для балета. Программа огромная. Готовили мы ее в рекордно сжатые сроки. Конечно же, ребята из Большого театра, концертминистр Большого театра, и скрипач Саша Калашков, и Петр Кондрашин, концертминистр Реванчелли, и еще солисты, и волторнисты. В общем, несколько человек, которые нам очень помогли. Самое главное в балете, конечно, это темпы. Человек, который танцует, не может зависнуть в воздухе и подождать, пока, наконец, оркестр сыграет следующую долю. Поэтому нужно, конечно, постараться попасть в ногу, что называется. А если оркестранты должны попасть в руку дирижера, то дирижер должен попасть в ногу танцовщика. Для меня это очень интересный опыт и очень интересный проект. Отличное настроение, это создает удивительную атмосферу. Это, конечно, благодаря людям, которые вокруг нас находятся, и вместе с ними работать приятно. И люди из Большого театра, огромные профессионалы. Вообще для детей школы нашей, взаимодействия с этими асами из Большого театра, оркестрантами. Это такой потрясающий мастер-класс. Мне кажется, у нас сегодня получилось очень хорошо.